Привет, дорогие друзья! Сообщаю, что на момент, когда снимается это видео, я обладаю информацией о том, что прокуратура с утра, получившая уже подозрение, проект подозрения от МВД, не утвердила его, а решили переписать на легкую статью с нападения на журналистов. Они переписали на хулиганство часть 2, 296 статья. Это легкая, реально, статья, там до 5 лет ограничения, там все такое, но на самом деле всегда по низкому уровню они всегда это оценивают. Ну то есть, как я могу это оценить? Исключительно как то, что прокуратура встала в прямую оппозицию уже в офису президента, я так понимаю, вот, потому что, как я вам уже сообщал, было указание лично Зеленского, это указание было выполнено МВД, МВД подали проект подозры по нападению на журналистов, здесь же его переписывают. И еще, вот на момент, пока я это записываю, пока что еще не отдали, не передали этот проект уже погодженный, но слов нет. А сегодня, когда прокуратура еще не утвердила по нападению позавчерашнему, произошел инцидент под ГБР, а под ГБР опять напали на журналистов, представляете? Я вам скажу больше, что это будет происходить каждый день, а потом это будет происходить по нескольку раз в день, потому что ненаказанное зло, ну, оно прогрессирует. И мы можем про это помятать, это самое главное, чем существует нация, поэтому мы все такие любители поговорить про нашего Верховного, нехай привыкает, куди он думал, он пришел. Нехай привыкает, куди он думал, это она говорит про президента Зеленского. Президент Зеленский должен привыкать, куди он думал. Обратите внимание, я специально с этого ракурса хочу вам показать, потом еще покажу. Обратите внимание вот на лица этих журналистов. Вы знаете, Сергей Томиленко, глава НСЖУ, приглашает моих журналистов, на которых напали на заседание, где будут их оппоненты. Оппоненты имеются в виду журналисты, которые считают их не журналистами, ну там вот такое, да. И когда я смотрю на эти рожи, когда я прихожу к Сереже и читаю комментарии под его статусом, там просто это животный мир. Когда моим журналистам захочется пообщаться с животными, они сходят в зоопарк. И еще раз подивимся, какие будут настрои, какие будут команды, чи будут они действовать в правовом поле, чи будут они прессовать свободу слова. Правовое поле и прессовать свободу слова. Вы послушайте, что она говорит. То есть она нахваталась этих слов. Ранее, по всей видимости, их не было в ее лексиконе. И теперь их произносят. Про свободу слова и про правовое поле. А далее ей задают вопрос. Задают вопрос журналисты. Обычный, нормальный вопрос. Как вы можете прокомментировать нападение, которое произошло в суде, под судом. А как вы прокомментируете ситуацию, которая стала с 24, если не помню, с грудня, когда группа поддержки Юлия Кузьменко в полицейном суде, кажется, пришла из Сечи на заседание, были какие-то потасовки с журналистами, чи слідковали вы за этой ситуацией? Обычный, простой вопрос. Группа поддержки пришла с мочой. Но это вообще, ну, это уникальная ситуация. Вот эта вот группа Корчинского. Там пять селюков, на самом деле. И Корчинский, который регулярно ездил в Москву. А что он, какие задания он выполнял, скоро вы узнаете. Узнаете очень четко и подробно. Я вам гарантирую. Да, вот эта вот группа ходит, нападает на всех подряд, имеет по несколько уголовных производств, уже судов, да. Но не сидят. Ну, никакой ответственности не несут. Разумеете, без предел он породжует протести. Иначе не будет. Не может такого быть, что нас закрывают людей бездоказово, а спільнота будет мовчать. То есть, мои журналисты, по всей видимости, без доказательств закрыли Кузьменко. До чего дойдет, да нехай радеют, что это была сеча, а не кислота якась. Я не знаю, как квалифицируют впоследствии следствие, потому что мы будем добиваться, опять-таки, следствия, да, слова этого животного по поводу того, что пусть радуются, что это была не кислота. И я думаю, что мы предпримем несколько действий для того, чтобы прояснить животному недопустимость таких высказываний. Обратите внимание на смеющихся вот этих вот журналистов, которых, опять-таки, глава НСЖУ Томиленко называет моими коллегами. Это не коллеги мне. Это абсолютно мне не коллеги. Это не коллеги моим журналистам. Нет, это люди с какого-то, а эти люди пришли с каких-то нор. Вы понимаете, на каждом канале есть нормальные люди, есть ненормальные люди. То есть в каждом СМИ есть нормальные, ненормальные. С громадского вот мне люди пишут. Тоже есть нормальные пишут, что не равняйте всех под одну гребенку. Но вот это вот, кто это такие? Неправильно выразумите, а вы с якого каналу? Ни с якого. Вот стоит пятый канал, ей смешно. Рассказывают про нападение на журналистов. Ей смешно, они скалятся, когда вот это животное кривляется. Я запитал всего. Я вас тоже запитаю. Вы кажете, что доброе, что это была в Никитислотах. То есть вы поддерживаете, правильно? Нет, неправильно. Вот так мы перекрутили. Ты хочешь тот, чтобы ты сейчас чем-то былили. Она угрожает под Государственным бюро расследований. Куда она пришла в результате того, что она угрожала. И вот эти вот стоят, смеются. А она настолько потеряла. Она не очень умственно развитый человек. То есть, ну понятно, что она не очень интеллектуально развитое существо. Тем не менее, вот это вот не очень интеллектуально развитое существо звериным своим чувством почувствовало, что оно почему-то может продолжать осуществлять. Знаете почему? Потому что наказания нет. Потому что прокурор, Ребошапка, когда мне пишут, а что ты там про Авакова там не... А что должен Аваков сделать? Они сделали. Они выписали подозрение. Вопрос касательно того, что на улице стоит полиция и не вмешивается, это, конечно, большой, серьезный вопрос. Но конкретно, вот что они сейчас могут сделать, мы же не можем... Давайте вспомним, что было. Давайте вспоминать, что они сейчас могут сделать. Выписали подозрение. Передаю их в прокуратуру, прокуратура ему не подписывает. Дальше что? Я подозреваю, что сейчас ты по пандосу. Что, Шария или кого там давай рассказывай? Нет? Провокативный. Я журналист. Еще раз, журналист, слухай слова и не перекручуй их. Понял, журналист? Ты же такие журналисты, как ты, и обливали числа. Давайте посмотрим, что перекрутил этот журналист. Каким образом он перекрутил ее слова? Это ведь и ее были слова касательно того, если так пойдет дальше, то пусть радуются, тра-та-та-та, будет такое продолжаться. То есть она поддерживает. Конечно, она поддерживает. Она не сказала, да, я, конечно, это осуждаю. Она, конечно же, поддерживает. Но они стоят и гигикают. Гиги-гиги-гиги. Когда она говорит, что он перекрутил ее слова. И рядом стоит какое-то тоже колхозное чучело и поддакивает. Абсолютно. Обратите внимание на лица. Там я вижу кого. Там ЮАПЭШ. ЮАПЭШ существует за ваши налоги. Они не могут сами существовать. Их никто не смотрит, если им денег не давать. Вы понимаете, в чем дело? Самостоятельно они не могут делать привлекательный контент, куда бы приходили, то есть он бы существовал на самоокупаемости. Там половина, блин, стоит те, которые существуют за ваши налоги. А, ну, я же вам журналист, я же рассказывала. Я же поясню. Если президент будет хамить, у него может быть неприемности. И оно продолжает. Ты можешь общаться с быком, к примеру. Приходить к быку и много ему рассказывать. Ты можешь его поставить в загон, и тогда он это поймет. Может быть, даже не осмыслит, но он, на всяком случае, будет в загоне. Это же, ну, это же быки настоящие. Если журналисты будут перекручивать информацию и подавать ее против патриотов бездоказово и брехливо, у них тоже могут быть неприемности. Мало ли, чем вас там, чтобы закидать, чем-то могут они пообливать. Бездоказательно подавать информацию про патриотов. Конкретно имеется в виду, ну, какие имеются в виду конкретно патриоты, да? Музыкант, по которому я показал информацию, да? Тот самый волонтер, по которому я показал информацию по дому, да, где там разграбленный дом. Или какие, какая может быть информация, быть перекрученная. Если я обычно, я предоставляю просто фактаж и показываю, вот смотрите, материалы уголовного дела. Такие-то, такие-то, такие-то. Судим шесть раз, да, судим шесть раз и так далее. Но их не устраивает любая информация, которая против патриотов, а патриотами она считает, вот это вот свой круг. Двести человек. И одних, и тех же. Тут появляется, конечно же, группировка Корчинского, которая находится на прикорме УСБУ. Которую до сих пор никто не может наказать. Вот это вот все, это те вот самые пять селюков, которые бегают, регулярно нападают. Они были в нападениях на журналистов, телеканалах. Заводились, заводились уголовные производства. Тишина. И вообще ничего. Может пора уже все-таки поменять что-то? Я сегодня смотрел канал наш. И там человек говорит, что если бы они один раз получили жестко, если бы реально кто-то сел, всерьез сел. Говорит, поверьте мне. В следующий раз они сто раз подумали бы, прежде чем напасть. Я согласен. Плюсуют. Хорошо. Идите, пожалуйста. Я за Анатолием. Шановне, давайте вместе все находимся. Куртку отпустите. Куртку отпустите. Ну и тут все та же самая команда. Все те же самые, которые вы уже видели в публикациях. Это одна и та же тусня. Минские граждане на Донбассе сразу убывают. А тут просто просят, чтобы он не пропускал. Выбачьте, кто кого провокует. Я ким чином кто... Появляется СБУшный осведомитель Стракани. Я уже вам рассказывал про СБУшного осведомителя Страканя. Стракан известен тем, что записывал на камеру, которую разместила ему СБУ, своих же побратимов. Впоследствии это выливалось в уголовные дела. Он рассчитывал, что СБУ никогда не сольет эту информацию. Тем не менее, я опубликовал эти данные. Я опубликовал материалы дел. Я опубликовал следственные эксперименты и так далее и тому подобное. С 2014 года этот человек состоит, по моей информации, на связи с СБУ. Причем он работает на СБУ. Он выступает секретным свидетелем и так далее и так далее. В среде националистов это не является каким-то секретом. Он постоянно, регулярно нападает на людей и не несет никакой ответственности. Я так понимаю, что СБУ продолжает прикрывать, но ведь там же уже Баканов или Баканов не руководит СБУ. Там появляется Вита Заверуха, это его подруга. Ну и в общем все кодло. Виталий Регор – это тоже наш активист. Виталий Регор – это наш активист. А Виталий Регор, повторяю, это тот, который позавчера напал на журналистов и до этого много раз нападал. А он находится под судом с 2016 года за то, что порезал человека ножом. И с 2016 года он гуляет на улице под личным обязательством. Прокуратура работает против президента. Прокуратура работает против страны, по сути. Прокуратура работает против меняемых людей. Не пора ли поменять прокурора? Генпрокурора надо менять. Это надо вот так вот красным светилось еще несколько недель назад. Пару месяцев назад это светилось красным. Тогда, когда начались отмазывания вот этих вот Стерненко и прочих. Но сейчас этот вопрос встал уже очень серьезно. И это, конечно же, прямая ответственность уже Владимира Александровича Зеленского. Потому что генпрокурор – это его человек. У меня пока что все. Мы ждем реакции прокуратуры вот на это вот тоже. Потому что я знаю, что в данный момент МВД уже работает опять по этой ситуации. Но что это будет? Опять будет хулиганство, да? Продолжение следует...